Воздушные силы Украины с начала полномасштабного вторжения России уже сбили 342 российских самолета, включая те два Су-34, которые уничтожили сегодня на восточном направлении, а также 325 вертолетов. Как отмечают военные эксперты, в отличие от наземной техники, восстановить воздушные машины быстро крайне сложно. В случае потери хотя бы одного-двух самолетов, такая ситуация приведет к тому, что появятся серьезные бреши в российской обороне, а если сюда добавить возможность предоставления, вернее, предоставления нам уже западной авиационной техники, то это значительно усилит позиции в воздухе именно украинских сил обороны. Поэтому противник сейчас будет стараться очень беречь эту технику, использовать ее в крайних случаях, но проблема в том, что они не могут ее не использовать. В любом случае, как вы говорите, они будут подставлять ее под возможным ударом, и мы будем делать все возможное, чтобы такой удар нанести. Кроме того, Россия продолжает нагнетать в информационном поле ситуацию вокруг села Крымки Херсонской области. На днях группа пропагандистов пыталась там установить российский флаг, чтобы снять ролик для так называемых выборов России. Но у них ничего не получилось. У них был фальш-старт с бравурным заявлением, что все уже побеждено, и все обязательные достижения, которые им обозначали до квази-выборов, уже выполнены. На самом деле победы не произошло, и им нечем порадовать царя. Поэтому они пытаются насыщать сейчас информационное пространство разной информацией. За прошедшие сутки они смогли провести только два штурма. Это говорит о том, что у них есть сложности морально-психологического характера, чтобы мотивировать людей идти на эти местные штурмы. Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины, в эфире марафона «Едыни-новыны». На Авдеевском направлении ВСУ удалось стабилизировать линию обороны в районах сел Тоненькое, Орловка и Вердичи Донецкой области. Попытки наступательных действий россиян в районах Новомихайловки и Работина не имели успеха. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский. По данным генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на Авдеевском направлении было отбито 18 атак россиян. На Запорожском 6 атак. Всего на фронте произошло 86 боевых столкновений. Россияне также безуспешно пытались атаковать на Купинском, Лиманском, Бахмутском и Новопавловском направлениях. И хотя по информации генштаба ВСУ оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, украинские воины стойко удерживают позиции. Каждый метр земли украинской противнику дается очень-очень большим трудом. И поэтому, знаете, сейчас очень трудно даже предположить, на каком этапе у них иссякнет такой боевой потенциал, боевой дух, потому что объективно потери должны были их заставить остановиться уже. Но мы понимаем, что действует такое понятие, как госзаказ или политический заказ. И они, не считаясь этими потерями, упорно пробуют лезть вперед. Как сообщают в генеральном штабе ВСУ, только за минувшие сутки силы обороны Украины ликвидировали по меньшей мере 850 российских солдат. Всего же потери российской оккупационной армии уже перевалили за 411 тысяч. Также за сутки ВСУ уничтожили 16 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 22 беспилотника и 8 единиц спецтехники. Субтитры создавал DimaTorzok